Привет нашим подписчикам и новым зрителям канала цветочной декорации РФ! Сегодня мы вместе с Дашей, всем привет, изготовим вот такой пион! То есть сегодня мы вам покажем бесплатный мастер-класс! Обязательно оставайтесь на нашем канале, ведь именно на нем вы увидите, как применяется декор, как изготавливаются декорации! Мы обозреваем на нашем канале различные площадки, показываем монтажи, отвечаем на все ваши вопросы, что касается декора! Обязательно присоединяйтесь к нам в наших соц. сетях! Адреса здесь, это группа ВКонтакте и профиль в Инстаграм, там очень много всего интересного! Ну а сейчас поехали! Для создания пиона нам понадобится полоса изолона толстого 5 мм, размером 30 на 1,5 м. Здесь у нас пополам сложенная, то есть здесь 75, пополам полтора метра! Так, дальше, значит, нам потребуются лепесточки. Мы сегодня уже используем цветной изолон, тонкий, 3 мм где-то. Значит, лепестки. Скругленный прямоугольник. Ориентировочные размеры 34 на 25, 12 таких лепестков и чуть побольше лепестки, 37-38 на 27. Такие сколько у нас лепестков? 24. 24 лепестка, итого у нас 36. 36. Значит, делаем тычинку, значит, тычинка, на которой, собственно, будет собираться, приклеиваться все лепестки. Значит, тычинка у нас нарезается полоса, нарезается вот такой вот, в будущем это будет кисточка. Полоски по сантиметру. Да, полоски по сантиметру. Режем, режем, режем. Чуть-чуть оставляем, сколько здесь, сантиметров 5, наверное, да? 5-7 оставляем непрорезанной. Берем строительный пен. Дуем в горячем воздухе. Когда мы нагреваем, пизолон начинает плавиться и приклеиваться друг к другу. И получается такая вот косичка. Это наша будущая тычинка. Ее можно использовать такого же цвета, как у вас будет сам бутон. Можно контрастного цвета. Все, тычинка готова. Так вот дуем и так вот чуть-чуть прижимаем, чтобы он стал как фонарик. Такая вот кисточка получилась. И сейчас будем готовить лепестки. Для этого мы берем наш большой размер, да? И начинаем дуть с горячим воздухом пена. Ну, такими движениями придавать ему форму. Нам нужно его чуть загнуть. И сделать внизу складочку. То есть мы греем вот здесь. Так загибаем. Может, вот так вот так? Так вот загибаем. Вот. Он получается вот такой полукруглый. И вот здесь, внизу мы делаем такую складку. Дуем сюда горячим воздухом в стенах. Прижимаем. И получается вот такой лепесточек. То же самое мы будем проделывать с меньшим размером. Итак, мы подготавливаем лепестки. Еще раз напоминаю, их всего 36 штук. 12 меньшего размера и 24, чуть побольше. Даша загнула и продала форму всем лепесткам. Сейчас мы начинаем собирать сам летон. Начиная с больших лепестков. Это сделается таким образом. В задней части. Завернутой формой вниз. Печинка. И начинаем вот таким образом собирать лепестки. Лепестки мы приклеиваем друг напротив друга. То есть, первый здесь, второй напротив него. Потом закрываем вот эту дырочку, которая у нас получилась. И следующий тоже напротив него. То есть, таким крестиком. Делается цветок и штука. Можно раскрыть тычинку, можно закрыть, как вам больше нравится. Следующий мы прикладываем на стык предыдущих двух лепестков. Собираем как. Вот у нас печинка. Первый лепесток мы делаем сюда. Второй сюда. Четвертый сюда. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Следующие лепестки мы делаем сюда. Это у нас уже пятый. Дальше сюда. Шестой. Седьмой. Восьмой. Дальше мы начинаем вот так по кругу приклеивать лепестки. И дальше. Собираем, собираем, собираем. То есть первый у нас получается друг напротив друга. Первый ряд. Следующий ряд тоже друг напротив друга. Тоже друг напротив друга. И потом мы начинаем уже непосредственно вот в этом направлении собирать наш бутон. Сейчас мы прикрепили 24 лепестка. Мы их собирали друг за другом по той схеме, которая вам показалась. Те 12 лепестков, которые у нас меньшего размера, с ними мы делаем следующее. То есть мы начинаем раскрывать бутон. Четыре лепестка мы приклеиваем здесь, здесь и друг напротив друга тоже. То есть они поменьше и получается... Давай покажем. И получается вот, он получается на раскрытие. То есть те лепестки у нас здесь форму придавали. И сейчас у нас получается он больше раскроется. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Четыре лепестка меньшего размера приклеили. Берем следующее. С другой стороны, то есть здесь у нас наши закругления были к тычинке повернуты. Следующее, то есть осталось получается 8 лепестков, мы разворачиваем. И уже нашей кудряшкой наверх раскрываем. И закрываем вот этот стык, который получился от двух предыдущих лепестков. И тоже так же. Крест-накрест. Первый, второй, третий, четвертый. Крест-накрест. И закрываем вот здесь вот, смотрите, здесь вот стыки от двух предыдущих лепестков. И мы, соответственно, сейчас сюда приклеим лепесточек, чтобы закрыть вот этот вот стык. Здесь у нас получилась наша тычинка. Она вот такой вот формы. Здесь резанные штучки, здесь вот скрученные. То есть мы когда зажали, там вот он таким фонариком получился. Дальше мы собирали лепестки вот таким вот образом. Он у нас срос. Здесь у нас 24 лепестка. Дальше мы 4 лепестка, которые поменьше размером. 4 лепестка мы приложили, тоже в этом направлении приклеили. И уже другие 8 лепесточков. Здесь в этом ряду 8 лепесточков. Мы развернули, и получилось у нас вот такое вот разворот, так скажем, раскрытие. А теперь нужно приделать чашелистик. Здесь у нас есть лепестка рукой побольше размера, мы поменьше. Давай приложим, посмотрим, как это смотрится. То есть, чтобы закрыть всю вот эту вот техническую часть, если вам это нужно приклеить на стенд, к стене или куда-то, вы можете, в принципе, как бы оставить так, как есть, или здесь вот кружочек какой-то сделать. Все, у нас получился вот такой пион. Если вы делаете из обычного изолона, не крашеного изначально, то он отправляется в покраску. Также можно сделать на нем градиент, нам шипят баллончиком или аэрографом, там, ну, на ваше усмотрение. Пучинка может быть такого же цвета, как сами лепестки, может быть другого цвета. У нас, для примера, как бы сделано вот так. Этот цветок можно использовать для подвеса. Он просматривается с обеих сторон. Красиво его можно использовать на стенд, крепить на стену. Он легкий, с плоским задником, что будет очень удобно при монтаже плоскости какой-то. Или его можно разместить на стойку. Если вы хотите разместить на стойку, то внутрь нужно ставить муфту. Это мы показывали в предыдущем мастер-классе, где елали розу. Сегодня мы сделали вот такой пион. Надеемся, что вам понравился наш мастер-класс. Удачи вам в изготовлении. Делитесь своими экспериментами. Получился, не получился, задавайте свои вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики. Пишите свои вопросы, комментарии, отзывы. Оставайтесь с нами и не пропустите самое интересное. Пока! Пока!